друзья всем привет меня зовут рита вы на моем парфюмерном канале одержимая духами тема сегодняшнего ролика забыла совсем забыла забываем лайк подписка комментарий способствует продвижению канала поэтому не забудьте пожалуйста сыграть в эти игры с ютубом я вам буду благодарна если вы поможете мне подыграть алгоритмом ютуба ну а мы собственно про тему ролика распаковка распаковка и особый как бы парадигма какой-то да у этого ролика не будет здесь абсолютно разные парфюмерные композиции и я у себя в телеграм-канале кстати неплохо блог тоже подписаться как-то упомянула что хотела бы познакомиться с люксовыми ароматами восьмидесятых девяностых двухтысячных годов ну вот собственно упомянула и знакомились поэтому здесь будут несколько композиций вот именно люкса того времени это не винтажи скажу сразу меня новоделы здесь будет несколько композиций доминия карпиона здесь будет и люкс и ниши и даже такое что-то формате бюджета в общем начинаем распаковку а дальше как пойдет ну все будем обсуждать и первый аромат с которого я бы хотела начать распаковку я как обычно ножичек не принесла поэтому буду вару варварствовать кельвин кляйн эйфория я помню когда аромат появился и я не помню какой-то прям особый какого-то прям особого ажиотажа связанного с ним сейчас мне кажется он претерпевает какую-то прям вторую пору своего рождения воскрешения слушайте я еще хотела спросить у вас если вы заметили а вы наверняка заметили что у меня несколько изменился формат вот в знакомой локации да чуть-чуть видоизменилась я собственно купила вот эту барную стойку для того чтобы у вас флакончики были перед глазами потому что я сама как потребитель контента люблю когда распаковка делается на глазах никогда там где-то под столом что-то распаковали и и как вам эта тема хорошо ли видно удобно ли комфортно ли и вообще наверное попрошу дать обратную связь потому что можно было бы улучшить в роликах будьте добры пожалуйста напишите чтобы вы хотели видеть в роликах как можно улучшить ролики чтобы был еще интересней комфортней ну и все остальное а между тем кельвин кляйм флакончик стандартный вот эта фиолетовая красота мне нравится этот флакон он такой он конечно совершенно неудобно и для хранения ну давайте посмотрим еще раз меня новодел поставлю его пирамиду как обычно размещу что касается аромата мне такое ощущение что он прям вот не особо то и изменился с тех времен 2005 год опять же домини карпион здесь будет несколько композиций от него видимо я прям прикипаю карпиону один из любимых парфюмеров цветы люксовое звучание слышно то время 2000 начало двухтысячных это красиво это женственно это красиво это достаточно плотно я сейчас вдыхаю понимаю что вот эта подборка это какая-то прям такая подсознательная история про ожидание весны вот мне он прям весной пахнет пирамиду размещу слушать это хорошо это хорошо это непритязательно и в то же время это ну это вызывает воспоминания это это женственно это красиво опять же сложно разложить на ноты но люкс он в принципе сложно раскладывается на ноты а вот такой хорошо собранный люкс это хорошо это хорошо мне нравится я потом еще послушаю как воспоминания да да он навевает воспоминания он действительно относит альфактор на вот в то время у меня с ним нет никаких якорей поэтому для меня это просто классный приятный женский аромат идем дальше рома так лаура биаджотти рома фиори бианчи бианчи у меня есть и флагман это уже фланкер причем что интересно это 23 год так вот флагман мне очень-очень нравится у него такое прям действительно звучание своего времени которая сейчас тоже очень даже адекватно воспринимается вот такие усеченные колонны я понимаю что зря я сегодня не поставила давида своего он был бы очень даже в тему что о композиции что я ожидает слепая покупка ну во первых я ожидаю что здесь будет то что имеет не нравится что здесь будет все-таки какая-то связь с флагманом красивое оформление я вам его так размещу думаю будет видно давайте послушаем нам здесь заявляют кстати натали лорсом тоже известный парфюмерный нос что нам здесь заявляет и что нам обещают это цветочно это фруктово а обещают нам здесь грушу бергамот среднюю гордыню не хочу вообще считать пирамиду он здорово звучит он нежнее флагмана он мягче он воздушный он прозрачный этот цветочно-фруктовая композиция ну кстати он очень современный такие немножко душественные леденцы и конфетки сладковатый не приторный это очень женственно и на весну примут такую ветреную весеннюю погоду возможно даже ранней весной когда еще ветер вот эти проталины и в воздухе вот это вот холодная холодная талая вода это будет здорово это будет хорошо опять же на ноты практически не разложить но груш чувствует такая парфюмерная очень красивая композиция очень поносим разносим посмотрим ну что следующий аромат это раша безанс я посмотрела несколько обзоров блогеров он сейчас тоже какой-то такое второе рождение переживает и мне честно говоря не очень захотелось его купить по обзорам по описанию у меня сложилось впечатление что это будет какая-то такая прям композиция с крайне примитивной сборкой в общем как то не захотелось и я в какой-то момент попала в летуаль а там сейчас скидки кстати я записываю ролик какой там сегодня у нас 18 февраля выйдет он во вторник 19 20 февраля скидки действуют на эти композиции и в общем я его просто протестировала и послушала и когда я его протестировала когда я его послушала нанесла на себя ушла а потом на улице поймала его шлейф я поняла что мне его надо что я его хочу и что он мне понравился собственно здесь очень симпатичное оформление опять же у меня новодел у меня новодел здесь все новоделы куплены литвуан как я уже сказал про что эта композиция красота про цветы про женственность и и про действительно вот это настроение люксовых ароматов того времени у него есть что-то что может поначалу немножко сверлить но потом он раскладывается такую красивую пудру потом он раскладывается ваниль и это и это сладковато и это цветочно и это вроде бы как тоже фруктово но это не проходная поливашка и это прям парфюмерия мне очень понравился подвисание опять же сказать что-то больше сложновато потому что композиции люксовые композиции собраны целостно и любая нота которую я бы здесь не называла до пирамиде она будет все-таки звучать очень фантазийно но опять же женственно женственно миндаль миндаль полез здесь на что интересно я слышу миндаль в общем я рекомендую к знакомству опять же цена вопроса прям ну не 200 рублей понятное дело да но в моем понимании это уже в наше время бюджетная стоимость аромата для знакомства вполне можно тем более в летуаль пробники тестера стоят проблем с ними нет зайдите послушайте познакомьтесь так следующий следующий давайте пойдем по айзенберг мне очень нравится вот эта линейка аромата ароматов айзенберг и мне нравится в том числе мужская линейка я не очень понимаю зачем они ее вывели отдельно ценная древесина не аромат все подпишу но вот в этой мужской линейке я для себя отыскала много чего интересного поэтому не бойтесь не пугайтесь попробуйте подойдите послушайте опять же тестеры представлены с этим ароматом меня случилась очень интересная история книжечка я подходила к нему наверное раза три мне не не было понятно сейчас сейчас здесь у нас тут такая сложная конструкция мне не было понятно нужен ли он мне потому что в принципе это один из моих любимых профиль покажу у меня малышечка с ключиками ключик сниму что здесь здесь не то чтобы какое-то прям знаете заявление о чем-то новом о чем-то серьезным о чем-то глобальном нет это древесная специевая композиция и по первости опять же на старте возможно он вас и не заинтересует он несколько простоват со старта здесь как бы все понятно здесь древесина здесь шафран здесь розовый перец пирамида банальнейшая вот просто абсолютно банальная возьмите древесно-специевый аромат и вот эту пирамиду вы там найдете но что мне здесь понравилось он очень интересно садится к базе он садится такой обволакивающий но в то же время я бы не сказала что очень теплой какой-то композиции он его сложно описать он необычен за счет видимо за счет самих ингредиентов потому что ингредиенты здесь кроме того что качественные они еще как-то так обыграны что я вот слышу некую ореховость и и какую-то вот сладковатую не знают по типу ореха кешью вот он немножко сладковат и вот древесина здесь она какая-то мягкая и сандал здесь абсолютно не рассольный я бы кстати даже не вычленила здесь сандал табак табак не слышу ладан тоже не слышу но это все вместе она вот как-то так звучит он будет очень хорош в офис он будет хорош на повседневку он будет хорош как базовый аромат базовая композиция и он прям вот унисекс причем он не громкий он не напористый он очень деликатно звучит нет ну понятно дело да насколько нанести но если мы говорим про адекватное нанесение он очень деликатный и он он прохладно прозрачный при этом он амброво-специевый и и я вообще не знаю мне вот эта линейка она просто покорила своим звучанием и было в моей воле я бы и скупила всю возможно надо снять отдельный ролик про эту линейку и вот если говорить про древесно-специевые ароматы то на весну вот этот аромат будет прям замечательно он тоже такой полупрозрачный он будет летучим при этом у него не очень большой шлейф он не ярко в своем звучании хорошо для тех кто может быть пытается только познакомиться с древесно-специевыми ароматами с амброво-ладанными ароматами вот это хороший вариант хороший представитель идем дальше тоже айзенберг это кожа и вот этот аромат я изначально покупала как то что я буду носить весной под кожу толстую куртку косуху под высокие ботинки такой немножко образ в архетипе бунтаря но при этом здесь такой интеллигентный элегантный бунтарь опять же это тоже низкая линейка мужские флакончики такие вот граненые прямоугольнички а женские флакончики такие очень красивые в восточном стиле то же самое оформление ключик флакончик тот же самый что здесь заявлено и что здесь слышно заявлены здесь лист черной смородины заявлено здесь шафран ну то есть тоже специевые какие-то аспекты здесь заявлено фиалка здесь опять же ладан и на старте снова на старте это композиция уходит больше в мужскую сторону парфюмерного магазина но опять же к базе это это очень тонкая очень звонкая и очень прозрачная кожа вы знаете как зелень как если бы вы взяли новую кожную куртку и вышли на свежий воздух вот вот больше ничего тонкая кожа немножко зеленью немножко мягкости за счет вот этой вот фиалковой такой составляющий он не запудривается скажу сразу но и заявленных вот нот ладана лабданума амбры здесь не слышно и мне очень нравится что вот когда он уже практически верхние ноты срединные ноты стихают базовые ноты они становятся таким мягким сладковатым гурманским ароматом это не гурманика прямолинейная это аспект гурманики в кожаной композиции но опять же . красиво это то что стоит попробовать и вот этот аромат он уже не секс в сторону чуть большей скулинности но он не переходит грани мужского аромата хорош хорош для тех кто ищет опять же не очень громкие не очень напористые ароматы линейка айзенберг вот это то с чем стоит познакомиться причем что интересно у них мужская линейка более деликатное по звучанию чем женская женская чуть ярче а вот почерк вот этих композиций это элегантность интеллигентность и они не побеспокоят окружающих посмотрите познакомьтесь хороши хороши звучание не могу сказать что что-то прям необычное уникальное нет просто хорошо собранной композиции идем дальше а давайте знаете с чем вот с этим анфас алх алхалеш наверное я напишу голубой бриллиант удивительная штука для моей парфюмерной коллекции те кто меня смотрят знают что я не люблю такого рода арабские парфюмы почему потому что они в основном являются омажами на какие-то известные композиции и вот из этого бренда у меня есть аромат который я не помню как называется я подпишу это прям родственник бакары бакароид такой ну чуть более приглаженный чуть более понятный носибельный но все-таки бакароид давайте посмотрим что здесь абсолютно слепая покупка меня здесь привлекла пирамида и честно говоря меня привлекло то что его напрямую ни с чем не сравнивают обзоров на него я не видела и вообще на это бренд обзора не видела что нам обещают жасмин шафран это верхам кстати его на фрагрантики нет ноты сердца это амбра древесные ноты и в базе еловая смола и кедр ну естественно меня здесь привлекли жасминовые нотки заявлены и меня привлекла еловая смола которую я люблю я вообще люблю вот эту хвою хвою в ароматах у них симпатичное оформление у меня маленькие объемы сейчас покажу вот такие флакончики симпатично симпатично немножко такая дешевенькая наклеечка бумажечка но давайте послушаем опять же цена симпатичная цена интересная на них распространяются все акции летуаль слушайте у меня такое ощущение что это тоже бакароид и что-то я подозреваю а не является ли весь бренд вариаций на тему бакары это не отвратительно это неплохо и здесь на старте слышится действительно некая смолистость здесь слышится даже какой-то такой мятный аккорд слушайте но это бакара люди кто ищет мягкой деликатную симпатичную бакару с мятным аспектом слушайте подождите может быть раскочегарится давайте дадим ему шанс давайте дадим шанс и даже нанесу его на руку ну на коже кстати на коже первым проступает вот это вот мятность и смолистость не знаю давайте мы положим его и послушаем такая спорная штука почему хорошо отношусь бакаре смолистость хвоя древесность слушайте вообще непонятный товарищ дадим ему время ну и себе смириться с тем что но бы коренные нотки есть есть вот эта сладость петушкова карамельная неплох а неплох либо принюхалась либо либо смирилась ладно идем дальше это вообще было развлечение парфюмерное от него особо ничего не ожидалось я делала обзор на этот бренд на либан гербан и я разносила все миниатюрки которые были мне присылали на обзор очень красивый такой подарочный сет и я несколько ароматов для себя выбрала у меня в хотелка еще лежат несколько композиций но здесь у меня new wave и что касается аромата лебан гербан new wave я его распаковала и после описания поняла что к сожалению не записался звук на видео вот сейчас приходится переписывать поэтому к сожалению распаковку я не смогу восстановить не смогу показать но по описанию про этот аромат для тех кто ищет мяту для тех кто ищет красивую мяту в композициях вам сюда почерк линейки это хорошо собранные полупрозрачные композиции опять же меня последнее время прям вот понесло вот такие достаточно прозрачные ароматы с такой элегантностью есть небольшой недостаток у этих композиций стойкость и шлейф хотелось бы дольше потому что держится они порядка трех часов и шлейф у них практически отсутствует то есть это прям вот в интимной зоне вот даже мне здесь хочется чтобы они звучали подольше и поярче что касается этого аромата домини корпион прекрасный холодный прозрачный ирис в мяте прям вот мятный лист ирисовая вот это вот корневище альдегиды кедр и амбра он холодный он звенящий он такой прям вот режущая кромка лезия бритвы такой вот и аромат который который ни на что не похож я пока не встречала ничего подобного нигде мне он очень нравится он он красиво звучит и в холод и очень красиво звучит в тепле в тепле он становится таким прям совсем освежающим а в холод он становится таким хрустящим искрящимся красив красив комплементарен кстати его отмечают но очень необычное звучание и я не знаю сказать что его можно взять без затеста ну наверное дороговато для ну такого рода рисковых вещей но если вы любите ирис если вы любите мяту причем мята здесь звучит достаточно долго к сожалению она не звучит на протяжении все как звучание всей композиции но но долго и он прям холодный нос прям холодит обновлять надо я небольшая любительница ходить с атомайзерами делать отливанты но вот здесь вот я готова ему простите вот эту краткосрочность его звучание здесь я сделаю себя отливантика буду носить конечно флакон великоват и естественно как и у большинства нишевых композиций объем только один и давайте сразу второй аромат из этой же линейки из этой же из этого бренда у меня дамьер и это уже я вот немножко провала когда везла я надеюсь что сейчас запишется распаковка прошлая была примерно такая же эта композиция которую я думала приобретать или не приобретать и объясню почему очень толстая слюда очень сильно шуршит объясню почему он мне по своему настроению напомню один из ароматов из линейки по collection я размещу его название и смысл этих парфюмерных композиций в том что здесь заявлено сочетание кожи или я путаю подождите подождите нет здесь вот кожи не заявлено но она слышно здесь заявлено сочетанием молока специй частности шафрана и и и сандала и вот этот аромат вот он действительно такой я не могу сказать что аромат из по collection я просто не помню сейчас как он называется прям клон этого аромата или этот клон того аромата но они звучат примерно в одном направлении но здесь большей яркости здесь больше качества при всем моем уважении к линейке по collection компоненты ингредиенты там не самые дорогие что могу сказать про это аромат вот это то что ни в коем случае нельзя брать без затеста это то что понравится далеко не всем это не будет комплементарным ароматом на который вы будете получать массу комплиментов почему потому что здесь на старте звучание такое аптечное травянистая и даже немножко по ощущению что это такая сухая трава валерьяна корень валерьян трава или корень корень валерьяна по-моему это занятно это прикольно но это нужно суметь на себя нанести и это нужно суметь носить дальше идет действительно большое количество специй причем шафран здесь очень ощутим причем что интересно он здесь не заявлен но он очень чувствуется здесь солоноватый сандал здесь много кедра здесь есть пачули и это аромат который постоянно меняется постоянно трансформируется вы сказать что вы слышите в данный момент может быть не представляется возможным и вот эта игра она завораживает вот эта игра она как раз и делает его необычным и здесь вот мне нравится то что он не очень громко звучит мне здесь нравится что он не очень долго держится в своих вот верхних нотах потому что еще раз да это такой немножко корень валерьяна аптека но при этом он хорош для кого-то возможно он будет больше мужскую сторону я такие вещи люблю я я люблю вот эту аптечность в ароматах мне нравится травность и у меня здесь по ощущению даже есть какой-то элемент бессмертник а он хороший для любителей травы для любителей зелий вот этих вот ведьмовских можно познакомиться но опять же ни в коем случае без затеста не брать сложновато и он тоже так немножко охлаждает нос дальше а дальше у меня композиция от фугаси парфюм номер один у меня опять же есть travels не travel сет а сет для знакомства вот этого бренда я подумывала снять обзор но я поняла что пока я его разношивала что большинство композиции мне вообще не понравились очень очень своеобразный бренд конечно ниша и в моем восприятии совершенно непонятно я не поняла его концепцию очень разношерстные композиции я не увидела его почерк но опять же возможно это я не увидела почерк возможно это я не поняла концепцию и я пока вот кроме одного аромата для себя не нашла больше ничего оформление вот такое все флакончики примерно одинаковы не примерно они одинаковые и что здесь здесь очень несложная очень комплементарная композиция про опять же меня как-то унесло в древесно-специевые ароматы про цитрусы про мяту про специи про сладость амбры альбанума про цветы но опять же здесь такой замес всего поэтому я не могу сказать про что эта композиция почему собственно я выбрала ее необычно вот настолько необычно настолько ни на похоже там вообще композиции ни на что не похожи там вообще вот если мы ну как мы я страдаю от того что сейчас огромное количество на рынке брендов которые просто берут и копируют 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 вот это вообще не копирует вот это настолько самобытная фирма который выпускает парфюмерию сладковатый фантазийно-цветочный уникальный вот у меня наверное единственное описание этого аромата уникальный и красивый красивый в своей вот этой сборной команде того что может быть у других бы и не собралось в базе присаживается достаточно близко кожа опять же шлейф он более шлейфовый чем лебан гербан но но опять же не кричащие не напористый и вот 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 хочется вот прям обонять его хочется есть в нем ощущение необычности вот вот прям попробуйте его найдите от ливантик может быть может быть прикупить сет он кстати не особо дорогой и опять же на него распространяются скидки но вот с этим надо познакомиться вот это необычное черт знает что и при этом необычно необычно симпатично черт знает что ну вот такой вот я люблю такое вот вот такое и в конце вишенка на торте эсти лаудер инфинити sky вот здесь все понятно сижу рассказывание распаковала и в общем то наверное можно было бы обойтись и без этого аромата можно было бы обойтись и без этой композиции но доминик рапию это уже сегодня прям определение металла качество и эта линейка уэсти лаудер меня привлекает своим почерком для протестировала все композиции из этой линейки это первый аромат который я купила давайте наверное вот так поставлю и и он для меня про весну я знаю что весна у всех разная я знаю что весна у всех своя что здесь для меня про весну во первых для меня здесь такая холодная весна и и это аромат с небольшим ретро настроением я подозреваю что вот эта композиция чем-то цепляет какой-то альфакторный якорь из далекого детства я не могу вспомнить пока что это но если вы заинтересуетесь и это немного ретро и это немного олдскульно поэтому аккуратно протестируйте причем пирамида у него достаточно современная небольшая но звучит он богаче него очень красивая ваниль которая мне немножко напоминает ваниль от герлен вот это вот и герленат это хорошо это не громко это не диффузно это не напористо это очень женственно это при она и и это что-то напоминает из далекого далекого прошлого я не вспомню как какую композицию они напоминают вот эти вот духи и духи от парфюм но это хорошо вся линейка выполнена хорошо вся линейка очень красивая но есть вот этот почерк небольшого ретро познакомьтесь посмотрите опять же благо представлены в доступе познакомиться можно без проблем на мой взгляд немножко переоцененная по стоимости линейка но возможно дизайн дизайн стоит денег но это красавец конечно это хорошо давайте вернемся к бакарийному недоразумению а вот нет а вот нет сушки ну вот на блатере на блатере прямо покороид а с кожи какие-то елочки какая-то хвойность есть аспект этих петушков буду ли рекомендовать не буду вот правда не буду особенно не буду рекомендовать за полную стоимость странное не новые я я не понимаю двадцать четвертом году покупать клоны бакароидов и флор наркотик я я правда не понимаю поэтому нет нет вот совсем нет все я обозрела я распаковала все 10 ароматов спасибо что были со мной всем всего самого доброго увидимся